всем привет и добро пожаловать на мой канал начинаем новый влог и начну я его сегодня большой распаковки у нас закончилась дома вся химия и мы ездили в магазины плюс азот в адрес и много чего заказала в связи с последними событиями что-то стало исчезать что-то стало расти в цене я не могу сказать что я заказала на год вперед нет но на ближайшие полгода я себя бытовой химии фактически обеспечила сейчас вам покажу что купила и если еще это в продаже осталось обязательно оставлю ссылочки под описанием видео можете перейти посмотреть начну я с посудомойки из кухни купила обычную соль финиш мы всегда ей пользуемся для посудомойки по обычной цене в магазине глобус тут ничего примечательного нету но мне кажется я забрала предпоследнюю пачку в принципе такой вот пачки хватать мне кажется у нас месяца на три не даже целая пачка у нас не влезает месяца на три нам точно хватит а там разберемся по ситуации хотела купить таблетки для посудомойки финиш но в этот раз они были очень дорогие и взяла вот такие написано что это эко по-моему делает больше если сейчас не ошибаюсь сейчас минуточку до изготовитель польши мы их уже пробовали цена одной таблетки вернее одной стирки получается 14 рублей это очень выгодно нам понравилось как отстирывает ничуть не хуже чем финиш купила две упаковки в одной упаковке 41 таблетка думаю что конечно это не хватит на долгое время надо будет посмотреть где продается сейчас финиш по оптимальной цене если вдруг вы знаете обязательно поделитесь ссылками дальше для стирки для стирки у меня есть еще ариэль пока не покупала может быть только таблетки тайда купила но они уже в использовании даже делиться не буду то что пропадает из интернет магазинов с прилавков то что дорожало два раза это было очень печально это кондиционер для белья я купила вот такой кондиционер фирма и ковер я им пользуюсь уже в течение года именно вот именно этим ароматом аромат яблока и миндаля мне очень нравится еще у меня есть японские ароматы вот я их чередую очень вкусно я купила 4 бутылки на варбрис была очень хорошая цена их уже к сожалению нет продажи игры я посмотрю вдруг еще что и на озоне вчера забрала вот такую пятилитровую канистру купила значит покупала я последние разы по 2000 сейчас я уже взяла за 2450 рублей и она была к сожалению последний вот есть еще продавцы которые я торгуют но к сожалению уже по три пятьсот насколько я сейчас помню вот так же взяла для мытья посуды вот такое средство от и ковер с лимоном ничего не могу сказать стоило 2000 но так как у меня средства для посуды закончилась и надо было как-то быстро все это решить я подумал что раз сам мне нравится их продукция сто процентов вы должно понравиться средства для мытья посуды хотя посуды я не так часто руками мою но что-то бывает дальше купила две пачки жидкого мыла а вы удивитесь но я взяла почти последние их тоже почему-то разобрали бархатные ручки и аура или аура не могу сказать как-то даже выбора не было мне тоже так удивило просто жидкое мыло и его не было в наличии взяла две упаковки сифа а я им оттираю все трудные пятна которые мне устраивают дети фломастеры краски и бывает найти что-то на столешнице из искусственного камня какие-то пятна а тоже он очень хорошо выводит плюс раковины бывают тоже знаете такие загрязнения тяжелые и вот сиф справляется просто на ура не могу нарадоваться по-моему я еще взяла там эти по 150 что ли рублей в магазине взяла влажные салфетки фирма глобус они антибактериальные сейчас у нас на улице теплеет но не считать того что хочу минус 11 вот поэтому у нас такие салфетки всегда в машине вытираем ручки ротики детям очень удобно из бытовой химии наверное это все сейчас покажу еще что взяла на вайлборис были по 99 рублей лиц и вот этой фирмы вас а хлебцы ржаные цельнозерна у них очень хороший состав они вкусные долго хранятся мужа на правда селе вот к сожалению больше их нету но есть на зоне за 250 самом деле можно поискать еще в магазинах в остатках я уверена есть и что в принципе на меня не похоже но я увидела вот такие прелестные конфетки от фирмы фазер они тоже финские с сумми троллями на похоже знаете как на коровку я не пробовала рассказать не могу с внешнего вида вот взяла на день рождения в этом году на какой-нибудь детская открою у них срок годности до конца 2022 года ну вообще фирма фазер мне она нравится и когда что-то там найти на подарок купите или какую-то шоколадку то нет гейши очень вкусная шоколадка просто обалденно мне кажется тоже вот одна из качественных и хороших фильмов вот это все что касается такого бытового закупа что одежду купил детскую надо с вами будет поделиться и самое главное то что я откладывала то что я копила в себе знаете такой человек что я не могу сразу взять и купить то есть у меня нет эмоционально спонтанных покупок ну не считая вот этих наверно конфеток это они стоили совсем бюджетно и я подумала заранее о дне рождении ребенка вот а все остальное все в дело то есть ничего представляете с вами еще не поделилась я купила нас смотрелась на девочек фирмы grass для ванны и туалета средства потому что мое заканчивается мое насколько помню там что-то из нидерландов и я даже цены не стала смотреть вот она мне нравится но это хотела попробовать другое группа смотрела у девочек они прям пользуются всем нравится взяла бутылку кстати последнюю а вот и взяла еще а салфетки для уборки с хлопком даже жаль они по-моему в два раза но так как они у меня тоже заканчиваются и я ими пользуюсь на ежедневной основе у нас в привычном понимании тряпочек нету и вот эти салфетки в течение дня двух используются потом они стираются но становится непотребными мы их мы выкидываем то есть я не храню в принципе тряпки у нас дома вот и продолжим историю я человек не эмоциональных покупок и всегда все планирую дума анализирую а выгодно ли это долго ли мы этим будем пользоваться соответствует ли цена качеству в этом плане мне очень сложно взять и купить то есть мне надо всегда продумать будем ли понравится ли мне буду я ли этим долго пользоваться а есть что-то лучше на рынке в общем все сложно и крупы у нас хранить дома на кухне группа у нас храняли хранились в и киевских контейнерах 365 плюс я уверена что они есть практически у каждого человека первых они бюджетные во вторых они хорошего качества они были доступны и семь лет я ими пропользовалась я стала их мыть в посуду мойки то есть когда крупа заканчивалась там что-то новое пересыпалась и со временем вот этот пластик он стал на этим матовым то есть как будто подстираться плюс эргономика шкафа я понимала что на рынке существует что-то лучшее и очень долго присматривалась к новым контейнером хотела сначала стеклянные но мой выдвижной ящик в котором хранятся крупы я подумал что стекло он не выдержит потому что ящик очень большой на 80 сантиметров а плюс представляете поставить несколько стеклянных банок как несколько там я не знаю допустим что 12 а какой это будет уже вес плюс крупы сами я подумал что будет очень тяжело и выезжать то есть не стекло не подходило и я искала пластик но пластик пластику розни как оказывается да и все-таки он со временем приходит в негодность и вот у девочек в инстаграме не у одной нескольких увидела что они пользуются не так протестировали уже контейнеры фирмы родхо это польша они у меня лежали в избранном больше года сейчас объясню почему цена на один контейнер . сачи они стоили в районе знаете 700 рублей за один контейнер за один насколько я помню сейчас икея 365 в районе 150 не больше сто процентов может быть 129 просто там цены повышались представьте 700 и 100 100 100 пусть будет там 99 начиналась у них цена в 7 раз конечно купить сразу 10 контейнеров за 700 рублей ну для меня это прям нонсенс и я пользовалась 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 со временем игра не все приходили в негодность осталось мне всего три контейнера там из 10 да и думаю ну что же делать что же делать и тут такие события родха объявляет фирма что она уходит с нашего рынка я понимаю что если я сейчас не куплю я не куплю уже никогда не то что они уходят с рынка да а потом я буду опять искать какой-то аналог это будет занимать время пока я присмотрюсь как его используют там хороший ли пластик и тому подобное я принимаю решение все это купить общем я заказала мне пришла посылочка довольно как слон еще не открывал сейчас прям при вас открою надеюсь там все хорошо вот и будем с вами организовывать хранение крупно кухонь ну а теперь знаете когда человек о чем-то очень долго мечтает ну конечно это же не мечта такая прям глобальная но она какая-то практичная какая-то недосягаемая была а теперь я это держу в руках не знаю как это происходит но я получаю какое-то колоссальное удовольствие от того что я что-то очень долго хочу да и в итоге на это соглашаюсь да принимаю и думаю нет я могу себе это позволить могу могу я этого достойно вот такая классная баночка она на полтора литра это одна из я не буду сейчас все доставать сейчас мы их вместе с вами помоем на полтора литра у нее прозрачная крышечка видите она практически ничем не пахнет знаете какой то легкий легкий аромат внутри пластика ну прям легкий я думаю что сейчас выветрится я все это промоем плотный акрил он не гнется достаточно толстые стенки и очень хорошо закрывается крышка такая в эти полтора литра входит идеально пакет гречки и пакет риса будет стандартные там 900 килограмм сюда должно идеально входить потому что я долго читал отзывы долго все это смотрела сейчас я все достану помою не мыть нельзя они просохнут и начнем разбирать крупы и еще в этом видео хотела показать мои огородные дела я начала сеять рассаду замачивать семена время пришло в этом году как никогда поздно но что-то вот обстоятельства жизненные сложились так что я задержалась надеюсь погода не подведет все высажу вот тоже с вами поделюсь при этом вам просмотра и очень надеюсь что вас вдохновлю на домашние такие дела ну что а теперь самое интересное время наступает моё это тадам это весна на улице весна и я готова сеять семена начать сеять вернее рассаду что мы имеем на сегодняшний день я буду сеять всего лишь один сорт баклажана не могу сказать что у нас дома пользуется он популярностью но летом в охоточку едим закрутки никакие из баклажана я не делаю его не замораживаю четыре сладких перца получается вот так два красных это перец ромира из магазина показал просто потрясающую всхожесть я в прошлом году его села очень понравился самый прям вот плодоносный был и перец лосанта у меня прям осталось по-моему два семечка джемини и тавиньяна все эти перцы они толстостенные толстокожие не знаю как правильно сказать гибриды мне очень нравятся и и два перца у меня острых спаньола и остро перчик острый мы кушаем я думаю что даже можно будет попробовать в этом году как-то его сохранить может быть законсервировать или баночку положить посмотрим в общем чуть-чуть тоже посажу на улицу потому что смешивать острый перец и сладкий вместе нельзя они могут приопылиться не сладкий станет горьким или острым вот ну что у меня тут ватные диски чашки петри листочки ручки блокнотик каждый год я веду свой блокнот по огороду и каждый год у меня начинается новый сезон в котором я записываю что и где буду сажать на какой грядке в каком количестве что нужно купить какие семена есть каких нету и вот по перцем и баклажанам я пишу что в какой чашке петри по таким номером я буду сажать чтобы не перепутать семена рассыпаю их на влажном ватном диске закрываю и отношу на теплый пол там где они будут прорастать после того как семена дадут первые петельки я пересаживаю их в землю и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это пол в ванной комнате Он у нас теплый Я вот установила градусник Показывает 31,2 градуса Это очень горячий пол Для всходов семян Обязательно нужно держать температуру 26, максимум 28 Иначе семена сварятся Я сейчас сделала пол поменьше Буду ждать, когда температура опустится И расставлю все свои семена На теплом полу Очень надеюсь, что в течение 4-5 дней появятся первые петельки Ну а теперь возвращаемся на кухню Как я и обещала Начнем заниматься Организацией хранения круп Для начала я распаковываю посылку Из всех баночек Взвлекаю упаковку Внутри там бумага была Сверху каждая баночка была упакована отдельно в пакет И в пленку, в коробку Очень хорошая упаковка Все баночки пришли в идеальном состоянии Никаких вопросов и нареканий нет Субтитры сделал DimaTorzok Помыла я все баночки Не стала вам снимать процесс Иначе бы видео вообще растянулось на час Легко моются Помыла с помощью средства для мытья посуды Очень хорошенько их протерла Прямо этому уделила время Чтобы на крышечках нигде не оставалась капелька воды Чтобы не отсырели крупы Вот и Самое главное Вот остров, в котором хранятся крупы Как-нибудь вам обязательно сниму Хранение на кухне Ну а после того, как мы доделаем ремонт Значит, в нижнем ящике у меня лежат крупы Я ничего специально не готовила Покажу вам сейчас, как есть Вот, как мы живем последний месяц В стройке, в ремонте И как я все, значит, это храню Та-дам Обалдеть, да? Ну, если честно, я сама в шоке У меня обычно вот такие баночки Вот видите, я вам сказала, что они стали матовыми От того, что я их мою в посудомойке Они стояли вот так вот красивенько в ряд Вот в этом контейнере Икеа у меня хранились маленькие Ну, вот то, что вот использовалось Здесь у меня хранился чай, кофе Здесь немного каш вот таких, которые я особо не пересыпала Но, как видите, за последний месяц все изменилось Прибавилась что-то новое, к примеру, кокосовая стружка Нас угостили чаями в рассыпную Стали что-то покупать дополнительно В общем, больше у меня нету баночек здесь Потому что они все стали плохого качества И, в принципе, от этого я тоже вот последний избавляюсь Я дам их в добрые руки, там, в церковь отнесу, неважно Здесь мне предстоит навести порядок Сейчас мы это с вами сделаем Я достану все крупы, посмотрю, которые у меня сейчас есть В принципе, надо все достать, протереть его Я уже смотрю, манка тут, видите, рассыпалась Вот, я все предварительно рассчитала Естественно, для каждой баночки у меня есть место В каждую баночку у меня будет определенная крупа помещаться С чаем нет, с чаем не разбиралась Не знаю, как его пока хранить Потому что тот контейнер, который я хотела, он взлетел В цене просто неприлично дорого Покупать не буду Надо что-то другое придумать Будем исходить из текущих реалий Вот, так что начнем Пересыпать крупы или нет Вот в чем вопрос На самом деле, для меня такого вопроса нет Я давно для себя уже определилась Что хранение крупы в контейнерах Намного эстетичнее, практичнее, надежнее и удобнее Поэтому я крупы всегда храню в них И вот пришло, значит, время поменять эти контейнеры Навести порядок, чем я сейчас и занимаюсь Для начала я освободила весь выдвижной ящик Его промыла, вытерла насухо И только после этого занялась декоментеризацией круп То есть избавление от заводской упаковки Разложила все по емкостям К сожалению, сейчас у меня не было времени Подписать емкости Ну и даже, знаете, как возможности не было Займусь этим в следующий раз Обязательно подпишу каждую баночку У меня просто несколько вариантов, как это сделать И я пока не пришла к единому Вот, поэтому для того, чтобы не перепутать И моя семья не перепутала Я-то, может быть, и на глаз знаю, как все крупы выглядят Но вдруг дети Саши захотят что-то себе использовать И у них будут вопросы А что здесь? А какая мука? Вот, поэтому Вот Вырезаю упаковку Название, вернее, крупы Или вот каши, да Потому что у нас овсянки, насколько я сейчас помню, три вида И кладу наверх Через прозрачную крышку, конечно же, все это видно Вот Но это временный вариант Который скоро обязательно заменю И подпишу все баночки Субтитры сделал DimaTorzok Обещала вам рассказать, какие есть аналоги Значит, у меня банки фирмы Ротха, повторюсь Их изготавливают больше Одна баночка стоит в районе 700 рублей Стоила, наверное Сейчас цены погибли Вот У них примечательно, что Пластик ничем не пахнет Он твердый Достаточно плотный Прозрачные крышки Тонкая окантовка у крышек Есть пользователи, которыми уже долго пользуются И абсолютно нет никаких нареканий Поэтому Это проверенная вещь Вот Но можно купить баночки аналогичные Только российского производства Их изготавливает фирма Идея Серия этих банок называется Степ Можно купить практически в любом магазине Насколько я знаю Сто процентов есть на Вайлберис В Симоленде Также в магазине Лента Но у них особенность Опять-таки по отзывам девочек У них Вот сам пластик Он совершенно другой Форма, кстати, такая же Крышка более толстая окантовка И главный, на мой взгляд, минус Они имеют запах Наверное, со временем он выветривается Я не проверяла Но девочки пишут, что он очень сильно пахнет пластиком Вот, не знаю Скорее всего, от этого и крупы будут пахнуть пластиком Не могу вам сказать Не пользовалась Но есть огромный плюс Это цена Цена вот такой баночки Как я сейчас пересыпаю На полтора литра Вот, ну, в районе 200-250 рублей Поэтому Это большое преимущество на сегодняшний день Поэтому Можно к ним присмотреться А это оказалась просрочка И вещи, которыми мы не пользуемся Представляете Мы очень редко выкидываем продукты Но вот тот случай Когда какие-то остатки остались И вот столько упаковки У меня на выброс А теперь приступаем к самой приятной части Наведение красоты Я расставляю баночки в выдвижном ящике На мой взгляд Получилось просто идеально Они встали как литые Так приятно смотреть Сверху Ты открываешь этот шкафчик А там все расставлено В идеальном порядке Вот такой результат у меня получился Мне очень нравится Буду продолжать в том же духе Дальше все организовывать Спасибо, что досмотрели это видео до конца До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok